Почтить память погибших в Одессу приехали народные депутаты. Вместе с родными и близкими жертв трагедии они посетили поминальную панихиду в одном из одесских храмов. Подробнее далее в сюжете. Ежегодно 2 мая Алла Маркина приходит к могиле мужа. Он один из погибших во время пожара в Доме профсоюзов. Женщина говорит, ее супруга следователи пытаются сделать главным виновником трагедии. Хотели повесить на него все. То есть выдали сестре постановление о том, что на него возлагают все тяготы, что случилось. Никогда не хотел ни войны, ни драк, ничего. То есть он считал, что нужно словом что-то доказывать. Почтить память погибших в Одессу приехали депутаты от оппозиционного блока. По словам лидера фракции Юрия Бойко, найти настоящих виновных следователи даже не пытаются. Чтобы это преступление было расследовано объективно, пришлось обращаться в Европейский суд по правам человека. Следствие вообще не ведется, блокируется. И мы помогли родственникам погибшим дойти до Европейского суда по правам человека. И мы считаем, что Европейский суд по правам человека заставит наши правоохранительные органы произвести справедливое объективное расследование и найти убийц. Потому что подобные страшные преступления срока давности не имеют. И те, кто это сделал, будут отвечать рано или поздно по закону и понесут наказание. Еще одна инициатива оппозиционеров. Строительство возле Одесского дома профсоюзов – мемориала погибшим. По словам Юрия Бойко, мэр города Геннадий Труханов лично обещал это сделать. Но свое слово так и не сдержал. Заблокировала власть, не дали установить знак. Вообще, мы уже привезли его. Была договоренность, он меня лично обещал. Он обещал мне, что этот знак будет установлен. И сам инициировал решение сессии о том, чтобы его не ставить. То есть он обманул доверие одесситов. Считаю, что это просто двурушническая оппозиция. И мэр Одессы обманул людей, которые ему доверили. В этом году поминальную панихиду родственники погибших и народные депутаты провели в Свято-Успенском патриаршем Одесском мужском монастыре. Мы прилетели в Одессу с миром. Мы прилетели в Одессу разделить скорбь с родственниками погибших. Пощить память погибших. Помолиться об их душах. И я хочу сказать, что мы помним о погибших невинно убиенных людях. Не только сегодня, а 365 дней в году. И мы помним о них, молимся о них. И стараемся вместе с родственниками преодолеть последствия этой страшной трагедии. Мы знаем, что здесь планировались провокации различного рода. Но мы никому не дадим шанса эти провокации осуществить с нашим участием. Первыми о провокациях сообщили трое депутатов от оппозиционного блока Одесского облсовета. В 8 часов двоих из них при участии радикалов заблокировали на дороге сотрудники СБУ. И вручили повестки с требованиями явиться на допрос. Еще у одного провели обыск. Сегодня многих наших коллег вызывают к следователям, проводят обыски. Мы знаем, что огромное количество провокаций готовится и на Куликовом поле. Пока не будут нормальные памятники установлены, мы будем воздавать память погибшим, так как это возможно. Чтобы не было разговоров, что мы пытаемся на этом делать политику. В этом нет никакой политики. После панихиды парламентарии, депутаты из облсовета и родственники погибших посетили могилы, где похоронены жертвы Одесской трагедии. Александр Васильченко, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер.